Приветствую, друзья! Снова с вами я, Саша, в нашем легендарном магазинчике iCases. Легендарный он не просто так, он очень известный в плане того, что этот магазин уже известен многим на протяжении 15 лет. Здесь люди приезжают купить качественные вещи, либо, например, это аксессуары, рюкзаки, чехлы, компьютеры, телефоны, mp3-плееры и все подряд то, что у нас пользуются большим бешеным спросом и находятся в тренде. А в тренде у нас все находились рюкзаки от компании XZ Design. Такая была модель Бобби. Мы с ней начинали, снимали обзор про нее где-то примерно 7 лет назад, после чего этот рюкзак стал один из самых популярных в городе Москве. И даже сейчас на улице каждый 5 или то ли 90 человек ходит именно с таким рюкзаком. И компания XZ Design как бы не остановилась на этом, она потихонечку начала улучшать, дополнять модельный ряд. И вот мы дожили спустя 7 лет до того, как Мир увидел один из самых клёвых рюкзаков, которые они создали. Даже сегодня оператор пришел и говорит, слушай, у вас такой крутой рюкзак. Я говорю, ты не поверишь, этот рюкзак как раз в компании XZ Design. И называется модель BIS Backpack. Вот оно. Это у нас черно-серый цвет, черный спереди, серый по бокам и серые лямки. Дальше у нас идет черный цвет, классический строгий. Он везде черный, без всяких вставок. Чистая классика для тех, кто любит строгий утонченный вид. И для тех, кто ведет фривольный образ жизни, вот такой вот синий цвет для яркого дополнения к вашему имиджу. И здесь не просто так перечеркнута цена в магазине. Когда у меня оператор сказал, все, я уберу. Я говорю, подожди, друг, ты знаешь его цену? Он говорит, нет, он стоит 25 тысяч рублей. 25. И тут он уже призадумался, говорит, да, было время, когда Бобби стоил 10 тысяч рублей, а здесь уже 25. На самом деле, Бобби они как бы не сильно подорожали, а вот этот рюкзак, он считается премиумом в этой линейке, потому что это дополнение к одной из самых популярных моделей Бобби Бис. Это уже версия 2.0, портфель и одновременно рюкзак в одном флаконе. Раньше это был рюкзак, когда они выпускали вторую версию рюкзака, они просто разделили его. Его сделали более строгим и классическим. Из него отдельно выделили другую модель. Бис Backpack. Вот этот рюкзак. Это самый топовый рюкзак в их линейке. Что мне в нем нравится? Прежде всего, цена 25 тысяч рублей. Для наших подписчиков, клиентов и всех тех, кто приходит в магазин, цена всем другая. 19 900. То есть, если вы смотрите этот ролик, внизу есть ссылочка. Этот рюкзак можно купить в нашем магазине со скидкой более 5 тысяч рублей. Исклюзивно для всех вас. Я буду рассказывать про синий цвет, потому что он не так сильно сливается с черной поверхности моего стола. Итак, что здесь есть? Во-первых, это фирменная японская фурнитура YQK. Они не изменяют традициям. И, собственно, все их модели до сих пор идут с этой фурнитурой, потому что на нее пожизненная гарантия. Кроме того, фурнитуры, как всегда, спрятан специальный материал, который не пропускает жидкость и влагу внутрь корпуса. Также рюкзак обработан специальной водоотталкивающейся поверхностью, которая при любом дожде, при любом брызге, влаге, она, собственно, полностью всю жидкость от себя отталкивает. Сзади у нас прикольная рифленая поверхность, специальный материал, который не позволяет вашей спине потеть. Здесь такая вот, сеточка находится, через которую, собственно, проходит ветер. Он полностью продувает вашу спину и пот не заставляет долго себя здесь ждать. Он не оседает на поверхности, он полностью испаряется. Здесь еще вот такая вот внутри поролон для того, чтобы спина не уставала. Лямки тоже эргономические, тоже, собственно, с рифленой поверхностью, тоже с поролоном. Удобно. Здесь у нас специальная защелка для того, чтобы это все не болталось на вашем пузе, на вашей груди. То есть вот так вот защелкнули, лямки стянулись, и рюкзак жестко зафиксировался на спине. И она еще на магните. То есть не надо мучиться, искать как-то. Она прямо так вот сама защелкивается, и все. Прикольный механизм. Смотрите, просто подношу, а дальше она делает все сама. И вот еще интересная модель, почему это БИС. БИС от Snow Business. Специальная, собственно, ручка для переноски его, как чемодана. Вот она, боковая. Давайте теперь основные преимущества этого рюкзака. Эта модель рассчитана на 25 литров. Причем она, сейчас она у меня ровно на 18. Но легким движением руки рюкзак превращается... Рюкзак превращается в 25-литровый корпус. Вот теперь у нас 25 литров. Легким движением руки по тайной молнии, которая хорошо спрятана, он превратился в модель на 25 литров. С 18 на 25. То есть мы сделали сейчас из обычного городского рюкзака рюкзак для путешествий. Что мне еще понравилось, они вот как раз карман для жидкости сделали с магнитом. Для того, чтобы он не болтался, когда здесь ничего не лежит, он надежно фиксируется вот этим вот магнитами, которые вшиты в специальный, не прорезающийся материал. При этом мы положили сюда бутылочку или какой-нибудь пузырек. Достаточно вместительный. Три бутылки вошло. Раз, два, три. И все. Ну и здесь, собственно, стандартный карман для телефона, либо для очечника. Оператор наш первым делом открыл вот этот вот отсек. Он думал, что здесь на самом деле большой отсек, но по факту здесь отсек очень маленький. Но как же он ошибался? Здесь есть еще специальные у нас молнии, которые превращают этот отсек в огромный отсек. Кроме того, здесь есть специальный кармашек, куда можно вот этот вот разграничитель, назовем его так, разграничитель рюкзака, просто спрятать и закрыть на кнопочку. О! И я смотрю, здесь производитель не стал больше заморачиваться и не делает их нефирменные вот такие пластиковые USB-разъемы для зарядки ваших гаджетов. Сейчас у нас с вами, если вы пользователь устройства компании Apple, сейчас пауэрбанки идут с Максейфом, просто примагнитили к телефону, положили в карман, и он там будет автоматически заряжаться. Это у нас ключница. Как говорится, ключница ключницу делала. Здесь у нас карман для паспортов, бумажника. Это у нас можно положить всякую мелочевку. Кроме того, у нас здесь специально еще есть скрытый раздел. Причем, ничем он нравится, здесь он прямо находится в твердом основании. Этот отдел надежно защищен, его не просто так оттуда достать. То есть, ворюга, который будет копошиться в вашем рюкзаке, до этого не дотянется просто. Дальше у нас здесь, собственно, основные кармашки для других вещей. Кроссовки можно положить, еще кармашки для бутылок, для каких-нибудь аккумуляторов. Все, закрываем. А теперь самое основное, куда же их плачь? Многие спросят. Как же так? Там ничего есть. Оказывается, самое ценное должно быть у меня всегда на спине, куда точно никакой щипач не дотянется. Вот он. Два отсека. Первый отсек у нас для 16-дюймового ноутбука и 12,9 iPad. То есть, 13 дюймов спокойно сюда вы отнете. Для iPad и для MacBook. И, как у нас на всех рюкзаках Encase, их нефирменно идет бархотка. Сейчас рюкзаки Encase в нашу страну не поставляются. На самом деле, правильно, потому что цена будет, если они будут поставить неадекватно и не будет соответствовать тому качеству, которое намного не дотягивает до рюкзаков от компании XD Design. Кстати, об отличном рюкзаке. Я еще одно потайное отверстие нашел. Вот куда надо класть самые ценные. Вот сюда можно кошелек положить. А это вы повесите, как раз, если вы, допустим, в аэропорту. У вас перед вами открытый чемодан. Вот так это дело вешается на чемодане и висит. Стоит он 25 тысяч? Не стоит. Стоит он 19 900? Однозначно стоит. Но эта цена только для всех вас. Для тех, кто посмотрел мои обзоры, для тех, кто приехал в наш магазин, для тех, кто сделал заказ на нашем сайте. И многие скажут, а вдруг у вас подделка? У нас не подделка, у нас сервисированный товар. Вот здесь достаточно монеткой потереть код, ввести его на официальном сайте и скажут, что у вас подлинный экземпляр. Опасайтесь подделок. Подделки делают нашу жизнь хуже и отбирают у нас те преимущества, которыми мы привыкли пользоваться и гордиться. Вот такой вот обзор. Обязательно пишите, что вы думаете про этот рюкзак. Хотели бы вы его, не хотели. Но, как по мне, это сейчас один из самых лучших рюкзаков в нашей стране. Пока. Продолжение следует.